Композиция максимально влияет на восприятие любой картинки, куда мы посмотрим, куда, на взгляд, направиться дальше или вовсе, чтобы что-то понять, нам понадобится дохрена времени. Кейс, краш, слоты, бешеные иксы, всё это... Нихуя себе, блядь! Ну и хороший художник, превьюмейкер, бля, как там ещё безработных называют, должен знать приёмы и уметь правильно ими пользоваться. Если вы новичок, который думает, что «да нахрен мне эта композиция, она вообще роли никакой не играет, вот контурник научусь рисовать и буду делать крутые работы», а композиция «А я его взял, нахрен!» Но, Кентик, послушай сюда, правильный композ важен даже больше, чем контурник, так что проебался ты, дружок. Схуяли! Что такое композиция? Руководство для тупых, блядь. Простыми словами, композиция — это то, как вы расположили какие-либо объекты на вашей картинке, и отображается ли задуманная идея, легко ли читаются объекты, задаёт ли композиция нужное настроение. Да, с помощью композиции вы сможете даже задать настроение вашим фотокарточкам, выделить главные объекты или же, наоборот, показать второстепенно не такими важными. Задать даже может какую-то... Задать даже может какую-то динамику, и всего этого вы сможете добиться, перемещая, увеличивая, уменьшая, поворачивая объекты и не только. Варианты композиции в превью. Большинство челиков воспринимают инфу слева направо, то есть в таком направлении. В левой стороне у нас обычно какой-то цепляющий текст, если его нет, значит это какое-то действие, которое должно отображать суть видео. Ну, по идее. Или если вы отсталый додик, исходник, корущего еблона у нас со стоком. Ладно, сейчас разберём несколько самых действующих и популярных композиций в превью. Эта инфа, скорее, для совсем сырых челиков. Первое. Когда персонаж слева, а текст справа, внизу или вверху. И в середине происходит какое-то действие или что-то отображает суть ролика. И также зеркально. Второй вариант. Если у нас есть несколько персонажей, и самого главного мы, конечно, будем ставить в середине. Сделаем мы его больше и выше остальных. А другие не только меньше и ниже, но стоит обратить внимание на то, чтобы они были одинаковы по высоте и расстоянию от друг друга. Третье. Если это какое-то противостояние или сравнение, то, конечно, персонаж должны быть в разных сторонах, а основное действие или объект в середине. Или внизу с текстом. Композиционные схемы. Или приёмы, блин. Я за дизайна вообще не шарю. Пойдёмся также по самопопулярным и действующим. Итак, Кентик, вот это с Гагулина называется золотое сечение. Ещё называют спираль Фибоначчи. Короче, был такой тип, Фибоначчи его звали. И он был крутой математик. И вот вот эту залупу придумал. Всё, я вам не википедия, бля-бля-бля-бля. Как же применять золотое сечение в работе? Короче, сама с Гагулина это направление нашего взгляда. И также квадрата от большого к меньшему. То есть в конце с Гагулина мы должны оставлять самое важное. Обычно это лицо. Вот вам даже наглядные примеры именно на превьюхах. В каком направлении она будет, вообще без разницы. Вертикально, горизонтально, хоть параллельно. Правило третей. Кто придумал, я не шарю, но его смысл в том, что картинка с двумя вертикальными и горизонтальными линиями разделяется на 9 частей. Тут имеет роль не только линии, но и их пересечения. Вот достаточно хороший пример на превью. Нижняя линия пересекается с крышами машин, а пересечение верхней линии находится на главных персонажах. Вот еще верхние пересекающиеся линии на лицах, а текст почти не выходит за границы нижней. Короче, мужики, используя эти принципы, каждая ваша превью будет более читаемой и приятной. Ритм в композиции. Ритм это закономерное повторение каких-либо объектов, соотнося их размер, высоту, цвета, формы и интервалы между ними. Короче, в превью ритм может использоваться следующим образом. К примеру, главный персонаж в середине и два по бокам, как на этих примерах. Несоблюдение ритма будет считаться, если вы сделаете слишком разное расстояние от главного персонажа до второстепенных. Или слишком разно расположите второстепенных персонажей по высоте. Конечно, у вас там может что-то разные формы лица, все такое, тогда можете мерить по плечам. Но вообще мерить ничего не надо, все делайте на глаз, так сказать. Просто эти различия не должны быть кардинальными. Цвета, яркость, объем и детализация. Да, это все тоже относится, как ни странно, к композиции. Потому что если вся превью будет тусклой и темной, и какой-то элемент будет выделяться цветом или яркостью, наш взгляд первым делом упадет на яркую часть и зацепится. Окей, вы меня спросите, Артем, блядь, блядь, ты шо, дурагон? Причем в композиции объем и детализация. А я скажу тебе, Кентик, если ты не будешь пользоваться объемом, а то и с тенями и светом, у тебя будет сливаться все в кашу. Окей, причем тут тогда детализация. А при том, что если мы нарисуем контурник только на одном персонаже, а второстепенно и как-то простенько одинаково оформим, к примеру, бумагой, то наш главный персонаж будет выделяться, потому что он такой один по сравнению с другими. Перегруз и пустота. Да, довольно частая ошибка это напихивать превью всяким дерьмом по типу бликов, партиклов, денег и остальной мандулой, чтобы что? Правильно, чтобы блядь, блядь, было. Из-за чего Кентик не понимает, куда ему смотреть и что вообще происходит. Ну и когда пустовато, конечно, тоже не очень, поэтому постоянно балансируйте этот моментик. Ну вот и все, кинтофарики, думаю, я до вас достучался и вы поняли, что правильный композ это очень важно. Желаю вам пробовать и не бояться, а я пошел срать, всем бэбэ. А, еще, кстати, хотел сказать тем челикам, которые пишут в комменты Эх, видос хуйня, я ничего не понял, все очень быстро. Я делаю видосы только тогда, когда я хочу. Я их делаю такими, какими я хочу. Я, блядь, не хочу весь видос с невозмутимым ебаником нудить что-то по типу. Вот, нажмите сюда для этого и сюда для другого. И мои зрители, которые меня смотрят, это знают и понимают.